Добрый день, уважаемые казахстанцы, народ Казахстана. Я Бесингазив Женис, город Актау. Хотел бы сделать небольшое заявление в видеообращение. Тема этого видеообращения – медовая ловушка для активистов. Сотрудники КМБ не устают демонстрировать, как нарушают права человека и служат репрессивному режиму Тукаева-Назарбаева. Новый, Казахстан-Тукаева, пользуется всеми грязными методами шантажа Назарбаева. Вчера, 14 июня 2022 года, примерно 15-30 часов, ко мне в машину подсел сотрудник в штатском, то ли КМБ, то ли оперуполномоченный. На требование представиться по закону, как положено, он моего требования не выполнил. Назвался Бигзатом. После этого он начал угрожать мне, что опубликует в видео съемку, фото моей интимной личной жизни с целью дискредитации. Я сказал, что пусть публикует, что с сексом все взрослые люди, все занимаются. И то, что как они занимаются и где занимаются, это не ваше собачье дело. Если все по обоюдному согласию. Это Назарбаевым надо стыдиться за педофилию, за преступления. Это КМБшникам надо стыдиться за то, что служит этому режиму, этим диктаторам. Придавать своих друзей и близких единомышленников я из-за незаконной слежки не собираюсь. И поэтому прошу отметить всех международных наблюдателей, правозащитников, особенно дипломатов Евросоюза и США, на данный факт незаконного преследования. Нет никакого нового Казахстана у Тукаева. Есть только преступные действия и паразитирование за деньги налогоплательщиков Казахстана, как за время официального правления Назарбаева. И в конце хотелось бы добавить, что идет прямая угроза. Ушла прямая угроза от этого человека. Он мне прямо так сказал, что скоро мы начнем топить Айгуль Афберды, и вслед за ней пойдешь и ты, и все остальные. И у тебя, говорит, есть два выбора, два выхода. Или же ты с нами, или же ты против нас. Вот его слова. Цитирую его слова. Так, еще хотелось бы добавить, почему нарушаются наши базовые консистенционные права на свободу человека, а на свободу слова, на свободу действий, на свободу воли изъявления, свободу передвижения. Статья 18. Пункт 1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Статья 18. Пункт 2. Каждый имеет право на тайну личных вкладов в сбержение, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только в случае и в порядке, прямо установленных законом. Прошу всех правозащитников делать репосты, посты и тегать евродепутатов, евродипломатов международных. что идет прямая угроза, шантаж, давление именно на меня. Спасибо за внимание. Хотелось бы добавить к вышесказанному. Если с моей семьей, с членами моей семьи, или со мной, или с моим имуществом, то есть с моей машиной что-нибудь случится, то винить начальника департамента КМБ, начальника ДП, а также местные власти нашего города. Так как вчера мне намекнули, прямая угроза была мне. Предупредили об этой угрозе. Прошу принять во внимание. Спасибо всем правозащитникам.